Звон колоколов разносится над городом, привлекая к храму верующих. Сегодня здесь, в свете свечей и под сводами икон, верующие собрались, чтобы отпраздновать день Казанской иконы Божьей Матери. Храм наполнился особой тишиной и теплом. Лица людей светятся благоговением, а вокруг царит атмосфера единства и молитвенного настроя. Каждый пришел сюда со своей надеждой и благодарностью. С первых мгновений службы чувствуется, что этот день не просто дата в календаре, а живой символ веры, духовного единства и защиты, которую дарует Богородица. Богослужение провел архиепископ Варлаам, Махачкалинский и Грозненский, который обратился к прихожанам с пасторским словом и благословением. Мы празднуем икону Пресвятой Богородицы, именуемой Казанской, а также празднуем наш государственный праздник, День народного единства. Образом Пресвятой Богородицы Казанской многое связывает нашу страну, наш народ. Наши предки всегда молились пред иконой Казанской Пресвятой Богородицы. Ибо чудным образом она явившись в нашей стране, по молитвам, которые произносим мы перед этой иконой, Пресвятая Богородица, не спосылает нам множество своей милости и щедрости. Она всегда являет нам свое заслугничество. Каспийский храм уже более 30 лет гордо носит имя Казанской иконы Божьей Матери. Как отмечает иеромонах Иоанн, этот святой образ является небесным покровителем нашего города, оперегающим и вдохновляющим его жителей на добрые дела и духовные подвиги. Казанская икона Божьей Матери символизирует надежду и защиту. И ее присутствие в нашем храме напоминает каждому о важности веры и единства в жизни общины. Иеромонах Иоанн поздравил прихожан из Днем Народного Единства. Именно это событие историческое, которое 400 с лишним лет тому назад совершилось в нашем Отечестве, оно направлено на единство людей. Так необходимое нам сегодня, потому что, как и в народе говорят, один в поле не воин. Один человек, даже самый мужественный, самый сильный, самый умный, не сможет ничего сделать. Нужна помощь. И кто-то сегодня на поле боя эту помощь оказывает, кто-то в госпиталях укаживает за ранеными. А наше дело с вами сегодня – вознести теплую, сердечную молитву к Богородице, чтобы она вновь и вновь защитила наше многострадальное Отечество, чтобы помогла нам в очередной раз одержать победу. На богослужении также присутствовал глава Каспийска Борис Гонцов и министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов. Они поздравили всех верующих с престольным праздником, отмечая важность и значимость единства и сплоченности в нашем обществе. Их искренние слова вдохновили прихожан, напомнив о необходимости взаимопомощи и поддержки в трудные времена, а также о том, что вера и дружба способны объединить людей и сделать нас сильнее. От имени главы Республики Дагестан Сергея Ильича Меликова поздравляю вас днём Казанской иконы Божьей Матери, днём народного единства России. Смутные времена, когда иностранные захватчики заполнили Россию, и шла гражданская война, патриарх Московской всей Руси обратился к гражданам, чтобы они забыли распроизм, забыли противоречия, которые были внутри народа и объединились против захватчиков иностранцев. Начали создаваться отряды ополчения, которые возглавили князь Пожарский и Минин. И 4 ноября по современному календарю они освободили Китай-город, а затем и Крым. Поздравляю всех с тем, чтобы мы объединились, мы сохранили нашу дружбу. И это нужно для того, чтобы выполнить главную задачу, которая сегодня стоит перед нашей великой страной – победа специальной военной операции. История казанской иконы Божьей Матери уходит корнями в XVII век, когда в 1579 году в Казани была найдена икона, ставшая символом чудесного заступничества Божьей Матери. После пожара в городе икона, согласно преданию, явилась девочка Матроне, которая указала место ее сокрытия. Это событие стало началом ее почитания, и с тех пор икона обрела известность как защитница и покровительница русского народа. С ее помощью произошло множество чудес и исцелений, что укрепило веру людей и привело к ее популяризации как одной из самых почитаемых икон в православии.